Хорошее утро Хорошее утро, хорошее утро Хорошее, хорошее утро Ну что, друзья, говорят, как встретишь новый день, так его и проведешь. Мы очень рады, что вы встречаете его вместе с нами на телеканале Кубай24. Это Хорошее утро. Это Александр Шабанов, это Мария Грай. Мы начинаем. Сегодня не просто хорошее утро, а сногсшибательное, потому что сегодня всемирный день поцелуев. Если рядом с вами есть любимые люди, обязательно поцелуйте их. Ну а если вдруг рядом нет, у вас есть на этот целый день, не переставайте их поздравлять. Да, и в честь такого дня, Саш, я придумала очень крутую штуку. Давай сделаем. Да, давай, на счет раз, два, три пошлем воздушные поцелуи нашим телезрителям. Прямо сейчас, давай, да? Раз, два, три. Мы вас любим. Мы вас любим. С праздником. Да, также мы продолжаем обратный отчет. Ровно 69 дней осталось до праздника замечательного дня образования края. 80 лет будем праздновать в этом году. И каждый день мы рассказываем вам, друзья, о самых необычных, интересных местах Кубани. Маш, все, да все нормально, все нормально, все нормально. Так вот, сегодня я хочу рассказать о мистическом месте, которое находится близ Сочи. И Воронцовская пещера. Воронцовская пещера, да, именно так называется это место. Это самая большая пещера в крае протяженностью 12 километров. Да, она интересна и с археологической точки зрения, и палеонтологи. В общем, стоянки древних людей, какие-то неизвестные кости неизвестных животных. Вот все, что можно найти в пещерах, есть в Воронцовской. Вот такое уникальное место. А еще эта пещера считается мистическим местом. Почему? Потому что местные говорят, что в полнолуние там, вокруг этой пещеры, собираются, ну, всякие мистические твари. Ну, Маша, Маша преувеличивает, не стоит бояться. Максимум там, ну что, оборотни, вампиры и моя бывшая ведьма. А вот такая вот эта пещера. Напомнила ты, конечно, Маша. Я всегда говорил, она из пещеры. Ладно, извини, давай, продолжай. Я забыла, что хотела сказать. Нет, все таки. Друзья, продолжаем смотреть «Хорошее утро». Сегодня у нас к нам в гости приходит необычный человек. Можно сказать, что он тоже мистический, со суперспособностями. Конечно, суперспособности. Он знает, как отличить барокко от рококо. Да, например, или он может за 15 минут нарисовать ваш портрет. Руками причем. Еще знает, в чем фишка черного квадрата, которую все никак не могут разгадать. Ну, я думаю, уже все догадались. Сегодня у нас в гостях талантливый художник. Он появится совсем скоро. Ну, а вы не переключайтесь, друзья. Продолжаем наше утро в ярких красках. Сегодня у нас в гостях талантливый художник, создатель проекта «Арт-люмен-шоу» Алексей Апеш. Привет, Коша. Доброе утро. Доброе утро. Привет, привет. Классная шляпа. Спасибо. Это часть моего образа. Как художник. Да. Алексей, у тебя недавно выставка состоялась. Расскажи о ней, что там было, много ли людей пришло, что ты выставлял? Да, все верно. Мне очень повезло, что у меня она была в принципе персональная, потому что это сложно сделать в принципе. Это твоя первая выставка, получается? Это первая. Серьезная. У меня в детстве какие-то были, но такого плана в центральном выставочном зале такого города. Выставка персональная, называлась она «Истоки в будущее». Называлась она потому, что, как этой всей выставке такая философия проходила, что без знаний, без истоков, без чего-то настоящего не получится хорошего будущего. Сама выставка делилась ровно на две части. Это классическое искусство и современное искусство. Ты хорошо разбираешься, да, в современном искусстве? Ну, наверное, немного разбираюсь. Мы уже ознакомились с современным искусством. Мы залезли в интернет и посмотрели на всякие предметы искусства современного. Ничего не поняли. Вот хотим тебе показать просто лоты на аукционе. Давай прямо сейчас устроим такой художественный аукцион в хорошем утре вместе с Алексеем. Итак, сейчас мы тебе показываем предмет. Ты говоришь картину или предмет, а ты говоришь, сколько он примерно стоит. Ну, вот как ты думаешь, да? Вот первый лот, пожалуйста. Кровать художницы он называется. Да. О, как. Ну, за такое, ну, не знаю, миллиона два долларов. Миллиона два долларов. Да. Очень близко. Всего лишь нужно сверху еще 148 миллионов долларов добавить. 150 миллионов долларов. Интересно. Вот мы и не понимаем. Мы не понимаем. Да, давайте дальше. Мусор Нью-Йорка, пожалуйста. Вот он, мусор Нью-Йорка. Просто маленькая коробочка, в которой мусор. Как ты думаешь, что это? А чей это мусор или просто? Это просто мусор Нью-Йорка. Просто мусор, да. Да, собранный в коробочку. Десять центов. Десять центов. Ну, опять же, ты видишь, всегда чуть-чуть меньше. Был бы ты на аукционе, ты бы понял, 50 долларов. 50 долларов. Одна коробочка. Вот это бизнес. Да, давайте дальше посмотрим. На другие локации продолжать. На аукционе у нас здесь несуществующее искусство. Вот оно. Вот так оно выглядит. Несуществующее искусство. Цена тоже, я так понимаю, несуществующая. Ну, очень даже существенная. Ты, ты, сначала ты. Так, ну, я сейчас попробую завысить, ну, не знаю, 50 миллионов долларов. Десять тысяч долларов. Вот здесь и непонятно, и наоборот. Давай дальше. Фото. Следующая фотография. Фотография. Фото Рейн. Да. Вот. Вот эта фотография. Сделаю ее фотографию. Оригинальный очень кадр. Очень оригинальный. Да, очень необычный. Я бы ему дал, ну, не знаю, сколько, например. Ну, надеюсь, сейчас я не ошибаюсь. Пять тысяч. Четыре с половиной миллиона долларов. Четыре с половиной? Что такое? У вас есть что-нибудь недорогое? Миллионов долларов. Это вообще потрясающе. Давай дальше посмотрим. Так, давайте следующий лот. Вот. Ну, 10 миллионов долларов. 900 рублей. Пейзаж. Вот такое искусство, Леша. Представляешь, вот так вот. Мы не можем понять, так что с удовольствием мы сейчас вместе с тобой, ну, точнее, только ты, Леша, и предлагаю тебе создать картину за миллион, за миллиард долларов. Ну что ж, я попробую его снять. Давай, Леша, удачи. Леша, удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, как бы, да, приходится А есть любимое блюдо, которое умеешь сам сделать? Держи Любимое сам Держи нож Наверное, это запеченное мясо с картошкой в рукаве Это просто, но вкусно Готовка – это тоже искусство, можно как картину, да, руками нарисовать? На самом деле, да, там все настолько тоже на специях держится Там чуть-чуть того, чуть-чуть того, где-то пережарить, где-то не дожарить, дотушить Своего рода тоже искусство А ты прям разбираешься, да? Ну, иногда прям интересно по кулинарике, если честно Найдешь какой-нибудь рецепт Объездишь полгорода, найдешь все ингредиенты И начинаешь готовить Так, ну, у меня уже все готово, в принципе Здорово, молодец Давай вот это вот лишнее уберем А где ты вообще работаешь? На свадьбах, да, наверное? Да, часто Свадьбы, день рождения Ну, то есть праздники, которые... Ребят, можно потише, пожалуйста Мы тебе мешаем, Саша? Так И до сну Это эффектный, правда, подарок получается Когда... Ну, конечно У меня чуть сердце не остановилось Знаешь, когда мы вышли и посмотрели, что у нас получилось Фасоль Мы ее все высыпаем А как ты научился это делать? Вот правда Ты же... Я так поняла, что ты рисовал перевернутую, правильно? Она была перевернутая картина Это нужно какими-то особыми навыками обладать? Я бы с ума сошла, если честно Если бы начала вот так вот рисовать вверх тогами Меня бы прям переклинило на первой минуте Леш, а там стирать... Нет такой функции, да? Стирать есть отмена, как в фотошопе Я понял Иногда очень хочется такой функции, но... Тогда пусть... Так, что у нас тут еще есть на нашей кухне? Ну, собственно... Вообще в этом салатике должен быть перец, друзья Но кто-то его убрал отсюда, поэтому перчика не будет Сухарики Сухарики Складываем Саш, у тебя там готово все? Не отвлекайте художника, пожалуйста Я скоро заработаю миллиард долларов Меня не видно, но я здесь Я здесь Ну, судя по тем картинам, шансы у тебя большие Майонез Да Так, если вы, телезрители наши дорогие, включили телевизор прямо сейчас И не увидели, из чего же состоял ингредиент нашего салатика Сейчас расскажу вам еще раз У нас тут ржаные сухарики У нас тут укропчик свежий У нас консервированная кукуруза Консервированная фасоль Вот они И майонез Майонез лучше всего брать нежирный Так как у нас утро Зачем оно нам надо? Правильно? Саш, что у тебя получилось? Ну что, готовы? Ну Трибуны замерли в ожидании Чтобы интрига была Та-да-да-да-да-да Ну что, чудо произошло? Хорошее И вот я, видишь, от себя как бы У-у-у-у-тро Понимаешь? Ой, браво, браво И я вот решил оставить Очень Вот, это мой отпечаток пальца Очень красиво получилось Саш, идем, есть салат Иди сюда, иди сюда Иди сюда Саш, прекрати Иди сюда, есть салат Ну-ка, быстро Саша Я как твоя мама Есть что-нибудь для гения? Мама твоя На, для гения есть прекрасный салатик Может, покормить тебя Ты ж мой золотой Доработал сейчас рисун Ой, ой-ой-ой Друзья, прямо сейчас узнаем О самых свежих новостях Сейчас факты И факты спортивные Ну а все интервью И вот это вот в том числе Вы можете посмотреть На нашем сайте Кубань24.3 Горошее утро Горошее утро Ну так вот Я ему говорю Ну глаза у тебя такие красивые Как небо, понимаешь? В любви ему признаюсь А он мне, знаешь, что? Девушка передачи за проезд Тут рыцарей не осталось Что за маршрутчики пошли? Ужас какой Конечно, да, доброе утро Доброе утро, друзья Просыпаемся с обманутой, несчастной Мария Грай Александром Шабановым И с вами наши хорошие Это хорошее утро И прямо сейчас Будильники Будильники, да Просыпаемся мы вместе с вами У нас очень много видео Все они максимально креативные И вот сегодня Настоящий клоун появился Тут нет слов Просто нужно смотреть Давайте посмотрим Просыпайся, Кубань Нас ждут великие дела Это Александр Зайцев Спасибо вам огромное Побольше таких позитивных видео Присылайте их к нам обязательно По адресу можно прислать Утро-дефис-кубань-24-собака-мейл.ру По номеру телефона 8-988-312-15-15 Или к нам в группу ВКонтакте Под названием Хорошее утро Подарки обеспечены Хорошее настроение тоже Я тут вспомнила Свадьба Через неделю Свадьба, свадьба, свадьба Букеты заказали С флористом поговорили Столы так Первое, второе Ленточку красную обязательно Я же буду свидетельницей Правильно? У меня и дружок, наверное, будет Какой-то очень красивый Стоп! Что происходит? Происходит то, что Ты выходишь замуж Я замуж не выхожу Замуж выходят Другие девочки Вся Кубань Можно и так сказать Вся Кубань Те, кто Подали нам заявки У нас акция Которая называется Хочу свадьбу на Кубань 24 Должна вот так говорить Хочу свадьбу на Кубань 24 Да, ребята И остался всего лишь Один день Для того, чтобы Эту заявку подать Ребята, поторопитесь Это реальный шанс Будем женить В прямом эфире Будем дарить подарки Женить будет Один из лучших ведущих Да что там Юга России России Самир Азарян Не упустите эту возможность Поженитесь красиво И так, чтобы На всю жизнь запомнить Еще и внукам рассказать Да, мало того, что Подарки Ну, я не знаю Всем подаркам Сохраним интригу Подарки волшебные Подарки, да Подарки волшебные Самое главное Это, конечно, воспоминания В общем, это просто Настоящий сон Ну и, друзья Куда присылать? Напомню, прямо сейчас По номеру телефона 8 988 312 15 15 Наша группа ВКонтакте Хорошее утро Она называется Еще можно прислать На почту Утро Дефис Кубань24 Собакамейл.ру Ну и хэштег В инстаграме Который очень сильно Любит Маша И очень сильно Хочу свадьбу На Кубань24 Заявок очень много Поторопитесь И пусть Сказка станет Быдлю Да, исполните, пожалуйста Машину мечту Кстати У меня Мне сон О сказочках Да, о сказочках У меня кошмар Настоящий кошмар Приснился Сплю я И снится мне Что у меня день рождения Я сижу Возле телевизора Не звонки Не прям Просто смотрю Телевизор Смотрю Кубань24 И вот представляешь Вот сейчас Ты сидишь Меня не поздравила Светлана Владимировна Я так проснусь Что происходит Ну слава богу Это был всего лишь сон Ну а прямо сейчас Светлана Владимировна Доброе утро Доброе утро, мои дорогие Любители Привет и поздравления Мои самые красивые Мои самые замечательные Столько пришло от вас писем Давайте скорее их читать Ирина поздравляет Своего супруга С днем рождения И желает ему Крепкого здоровья Ясного неба над головой И посвящает эти строчки Пускай ты храпишь Иногда по полночи Пускай не всегда Ты приносишь цветы Я все же люблю тебя Очень-очень Ты стал воплощением Моей мечты Но любишь ты выпить Так тоже не любит Сегодня сама тебе я налью Ведь ты именинник А значит будут звучать Диафирамбы Во славу твою Прекрасно, Ирина Я вам скажу больше Тут очень длинное стихотворение В конце Ирина попросила У мужа новую сумку Прекрасно Надо взять с нее пример Далее Привет прилетел Из морского города Елизавета Андреева Из Новороссийска Передает привет Своим подругам Катюше Завгородне И Агате Леоновой И приглашает их вечером На променад По Новороссийской набережной Встреча 18.00 У крейсера Михаил Кутузов Мужчины Ну что ж Девушки одни гуляют Может если кому скучно Можете перейти 18.00 на набережную Далее прекрасное поздравление Пришло от внуков От Ани, Антона, Миши И Леши Белоусовых Для дедушки Гриши Мой дед Самый лучший в мире Мы с ним не разли вода На рыбалке В шашках В тире Я и дед Ведем всегда Дедушка В твой день рождения Я торжественно клянусь Что большущим пирогом С вареньем я с тобой поделюсь Прекрасно Счастливый человек Григорий Побольше вам внуков И долгих лет жизни Дальше Пишет нам Артур из Сочи Светлана Уважаемая Светлана Пожалуйста передайте привет Катюше Мы встретились на побережье Провели вместе Незабываемую неделю А потом она уехала И ничего не сказала К сожалению Я даже фамилии ее не знаю Но хочу передать эти строки Море, солнце, южный пляж Стайки молодых прелестниц Удержаться бы сейчас Да роман поинтересней Про жену забыл тот час И кольцо подальше спрятал Бриз морской сосватал нас Мы ни в чем не новаты Другой Артур Хорошо, что вы не сказали Ни одной фамилии Давайте побольше Сохраним наших семей Дальше, друзья Иван Лашин Прислал свое стихотворение Не сказать, что оно странное Знаете Ну давайте послушаем Стих из серии Фокуса Ивана Другу Гусынину Если б я был крокодилом Всю б Кубань бы поразил И прокатан был бы мною Шут Семенов Михаил Иван Я даже не знаю, что прокомментировать Друзья, спасибо вам, что вы пишете нам Обязательно пишите нам еще И помните, что все это бесплатно Хорошего у меня Обнимаю Ну что вам сказать Светлана Владимировна Как всегда, прекрасно Прекрасно Друзья, если вы тоже хотите Чтобы наша дорогая Светлана Владимировна Поздравила вас С юбилеем Вообще с любым праздником Прислайте ваши привет И поздравления В нашу группу ВКонтакте Хорошее утро Она называется Или по номеру телефона 8-988-312-15-15 Ну или на электронный адрес Который вы прямо сейчас видите на экране Пятерочка тебе может Отлично Друзья, есть очень много Интересных персонажей Мультперсонажей У каждого своего У тебя вот какой любимый мультик? У меня Красавица и Чудовище Хорошо И мало кто знает Ну может быть все знают Но мульт этих персонажей Как раз берут с известных личностей То есть рисуют с известных людей Актеры, режиссеры Ну в общем все медийные Медийные ребята И вот есть парочка Давайте посмотрим Вот помнишь Валли Вуди Ален И Валли Да, правда Очень похоже О, Том Круз Аладдин, Том Круз вылитый Вот попробуй сейчас представить себе мультик Аладдин Только там Том Круз С другим лицом Да И Александр Пушной И цыпленок Вот это мой любимый персонаж На самом деле Пушной? Да, вот цыпленок и Пушной Просто потрясающе Вот, и есть еще несколько персонажей Но их мы уже обсудим Вместе с нашей Любимой Полиной Копленковой Которая уже в студии Расскажет, куда же сходить Олечка, доброе утро Иди сходи к нам Какой у тебя красивый платье Привет, Полина Я отсяду подальше По-моему, сейчас будет драка Какой удачный цвет Очень удачный фаст Да, 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 прям хорошо Ну, как-то так Они разные, я вижу Они очень разные Да, у меня вот тут Такая драпировочка Машина Да, да У тебя короче рукав У меня рукава Уже два отличия Да И вообще, Маша блондинка Я брюндинка, поэтому Девочки Вы как будто бы Сегодня вместе на свадьбу Идете Подружками Полина Мы подобрали Несколько мультперсонажей Хотели бы тебе показать Есть там У нас сюрприз Для тебя есть, на самом деле Надеюсь, приятно Наши медийные личности Как, понимаешь Так, давайте посмотрим Ну что, поехали Начнем мы с нашего любимого Та-дам Крама Опа Вжиг, вылевый Вжиг, вылевый Вжиг, вылевый Это вжиг Пока-то хорошая Пока-то плохая Ну, кстати, да Еще улыбочка такая же Точно Давайте дальше Дальше Ооо Вылевый Мой брат Ну, похож, правда? Правда Вот как с тебя рисовали просто Дальше Интересно, Женя у нас кто? Ооо Ты даже в костюм, понимаешь? Смотри, даже Здорово, здорово Женя чуть-чуть просто волос на глазах Мне кажется, и килограмм так 10 И вообще не отличишь Ооо Ракунцель, это мы знали, Маш Ты никогда не снимала Сама понимаешь, кто подбирал к Машину Да, а я кто? И Полина Та-ра-ра! Забава Классно Спасибо Прекрасно Вот, прекрасные мультики Да Ну, а вот их мы, наверное, уже наверняка все смотрели На этой неделе в прокат тоже выходит один мультфильм Сейчас обо всем расскажу Давай На этой неделе у нас есть новый комиссный блокбастер Триллер про офисных работников А также новый мультфильм о семье, любви и верности Сейчас все увидите сами в афише Всем фанатам вселенной Марвел советую сходить на нового Человека-паука Наконец-то создатели омолодели главного персонажа Костюм супергероя достался подростку, как это и было задумано по комиксам Человек-паук. Возвращение домой – это супергеройский комедийный боевик Сюжет фильма протекает после событий картины «Первый мститель. Противостояние» Главный герой Питер Паркер – обычный старшеклассник, который становится супергероем Он пытается совместить борьбу с преступностью со школьной и семейной жизнью Наставником Паркера становится герой Роберта Дауни-младшего Тони Старк Критики хвалят картину за остроумие, но ругают за недотянутый боевой финал И проваленную романтическую линию Вот интересно, в предстоящих, в предыдущих частях франшизы Романтическая линия, напротив, уделяли слишком много внимания И это тоже раздражало критиков Много романтики – плохо, мало романтики – плохо Мне кажется, этим критикам просто не угодить Кто-то собирает инопланетные обломки после битвы Мстителей И создает смертельное оружие Это мой шанс проявить себя Слушайте, ну, вполне ничего, я не знаю, что там мне нравится критикам Вполне ничего! Мне нужна другая напарница Я не сказала, что плохо Я полетел Криткий летний блокбастер, можно сходить запросто Причем в 16+, фильм такой, все очень прилично А вот далее фильм, на который точно не нужно идти с детьми Потому что он способен пощекотать нервишки не на шутку Эксперимент «Офис» – это триллер про то, как сотрудники крупной корпорации Не по своей воле впутались в смертельную игру на выживание Их заперли в многоэтажном офисном здании И озвучили жуткие правила игры Например, уничтожить коллег, вызывающих наибольшее раздражение Все люди разделились на два лагеря Тех, кто до последнего сопротивляется агрессии И тех, кто хочет выжить во что бы то ни стало Ну а зрителю выпадает роль напряженно наблюдать за этими метаниями И, возможно, задуматься над тем, как же поступил каждый из нас на их месте Сегодня вам дается уникальная возможность войти в элиту компании Каждого из нас бесят коллеги Убейте двух или через полчаса мы убьем шестерых А вот это я бы посмотрела Я бы посмотрела Да нет, правда, очень крутой фильм Ну, не знаю, я лично фильмы ужасов не очень люблю Но кому-то такое кино по душе Очень так все интересно, скажем так Я, наверное, не могу вспомнить ни одного фильма Мне кажется, есть офисы, где даже еще пожестче усвоили Да К тому же здесь создатели попытались не только вот такой нагнать жестокости и трэша Но и какую-то озвучить для зрителей мораль Поэтому поклонникам жанра наверняка понравится Надо было снимать на видео Я в одном офисе работал Там один кулер был на четыре этажа Там такая борьба была Ты знаешь, у нас тоже такая борьба в редакции идет на нашем этаже Ну вот после таких страшных кадров Хочется рассказать вам о чем-то добром и прекрасном И тут мне на помощь приходит сказ о Петре и Февроне Вот куда можно сходить всей семьей Это отечественный мультфильм По-новому пересказывающий легенду о князе Петре Муромском И простой крестьянке Февроне Тех, кто привык, что в рисованном кино всегда много приколов Предупрежу сразу Это вам не три богатыря Сказ о Петре и Февроне Это произведение серьезное Шутки, конечно, там тоже есть Но больше упор сделан все-таки на морали И воспевание семейных ценностей Никто не верил, а вон как вышло Полюбил князь Муромский простую дочь Древолаза Февронею Ха! Да что, Петр? Да на тебе женился! Принцесса Бурундучия! Скорей, снег летом выпадет! Я считаю, хорошо, что у нас в стране появляются Такие мультфильмы, помогающие детям в легкой и занятной форме Впитывать правильные ценности о семье, любви и верности Вот такое кино выходит в прокат сегодня на киноэкраны Но смотреть его или нет, решать вам Ну а что смотреть однозначно надо Так это «Хорошее утро» на Кубань-24 Прямо сейчас наш эфир продолжит «Хороший совет» Всем советую посмотреть Советую Доброе утро! Меня зовут Виктор Очаковский Сегодня мы поговорим с вами о правилах получения имущественного налогового вычета Каждый из нас в раз жизни имеет право на получение данного вида компенсации И если вы приобрели готовый дом Либо построили дом самостоятельно Купили квартиру Либо сделали внеоделочные работы Приобрели земельный участок под строительство Вы имеете право получить налоговый вычет в размере 13% Интересный момент Здесь у нас имеется ограничение касаемо стоимости имущества Есть предел Это 2 миллиона рублей То есть максимальная сумма Сколько бы ни стоила ваша квартира Ваше домовладение Либо потраченные средства на стройматериалы Здесь вот ограничение в размере 2 миллионов рублей Для получения данного вычета Вам необходимо поддать декларацию по форме 3 НДФЛ Предоставить информацию о платежах по налогу НДФЛ по форме номер 2 Предоставить оригиналы, а также копии тех документов, которые подтверждают ваше право собственности на тот или иной объект недвижимого имущества Однако, если вы приобрели имущество совсем недавно, то вам необходимо предоставить выписку из единого реестра прав на недвижимое имущество Отдельно следует упомянуть тот случай, если вы приобрели дом или квартиру в ипотеку В данном случае вы имеете право получить 13% от суммы уплаченных процентов по договору Для этого необходимо предоставить копию ипотечного договора и соответствующее заявление Отличного вам дня! Слушайте, какой прекрасный совет! Вот каждый раз слушаю совет хорошие наши утренние Думаю, как здорово, что я работаю На работе становимся лучше Да, да, в хорошем утре Ну а мы продолжаем Оставайтесь с нами, друзья Сделаем этот день еще лучше! Хорошее утро! Хорошее утро! Хорошее, хорошее утро! Хорошее утро, хорошее утро! Хорошие, хорошее утро Стою в шоке такой. Я могу замораживать время. А потом оказалось, что эта бабушка задумалась просто и дальше пошла. Ой, ты мой супергерой. С добрым утром, друзья. Просыпаемся вместе с Мария Игра Александром Шабановым. Мы встречаем этот день, встречаем его бодро, весело. И позитивно, конечно же. Поднимет настроение нам следующий папа. Вот говорят, девушки всегда говорят, вот папа, ребенка с папой оставлять нельзя. Они там чего-то придумают. И вот есть один папа, который тоже кое-что придумал. И очень-очень забавное. Давайте посмотрим. Он наряжается в разные костюмы. И дочку тоже в какой-то роли. Ей всего 9 месяцев. Смотри, это они вместе удивляются тому, что написано на хлопьях. Балерины, пожалуйста. Сейчас скоро будет одна из моих любимых фотографий. Это он в засаде. С дочкой следят, наблюдают. Здорово. Это сафари, видимо, судя по всему. Сафари, сафари. Да, подосессия сафари. Сейчас, вот, по-моему, следующая фотография. Готовят. Отличная юбка. Вот. Вот это, я тебе про это и говорил. Говори с этой девчонкой. Ты просто не сразу понимаешь. Отличная фотография. Да, прекрасный папа, отличная фотография. Детям скучать не приходится вот с такими папами. Конечно, таких фотографий миллион. Ну, а прямо сейчас продолжим радоваться вместе с детишками. «ШУСТРОЕ УТРО» В студии Ульяна, Александр, Александр и Денис. Каждый день мимо нас проезжают множество машин разных-разных марок и произведенных в разных странах. Согласны? Да. И видели, что на радиаторной решетке, это такая вот, где капот, всегда есть вот значок какой-то. Да. И это не просто произведение искусства, это именно марка машины. Правильно. И как вы, наверное, уже догадались, мы сейчас вместе с нашими телезрителями будем отгадывать что? Марки машин. Марки машин, правильно. Смотрим в первую картинку. Сразу такое сложное, да, что-то. Не знаете? Volkswagen. Такое немецкое слово, немецкая марка машины. Запомнили? Ага. Скажите. Volkswagen. Правильно. Следующая картинка. Так. Это и есть газ. Газ. Нет, это не газ. Это... Что? Это машина такая русская. Волга. Волга. Правильно. Это Волга. Давай, Вять. Угадал русскую машину. Тасавчик. Так. Русская. Ульяна, давай, я в тебя верю. Следующее. Вот. Это Феррари. Феррари? Да. Ну да, просто лошадь. Это не Феррари, ребята. Это почти как Феррари, только это КамАЗ. Похоже, да? Да. Это КамАЗ. Очень похоже Феррари и КамАЗ. Ульяна, ты всем не говоришь, что ты знаешь значок КамАЗа. Следующая картинка. Так. Это, по-моему, очень легко. Ну, но это не точно. Не точно? Смотрите, начинается на Ла, заканчивается на Да. Лада Седан. Да, баклажан, правильно. Лада. Следующая картинка. Мерседес. О, ну это ж не КамАЗ, конечно. Самый новый. Самый новый Мерседес. Следующая картинка. О, это началька. Это не Мерседес, конечно. Это началька, похоже, какую-то. Так. Это русская машина, подсказываю вам. Москвич. Москвич, конечно же. Москвич угадал. Реально? Да. Так, следующая. Такой значок, как Зорро. Пам-пам-пам. Ле-эй. Что это? О-Пе-Ле. Опрель. Опрель. Машина Опрель, только это Опель. Я уверен, наши телезрители сразу поняли, что это Опель, правда же? А на этом наша игра подходит к концу. И вот мы сейчас с вами говорили, 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 а это значит, что мы будем смотреть нашу рубрику, которая называется «Я ведущий». Всем привет! Это Шустрое утро! Скажи, ты учишься в гимназии, которая называется «Эрудит»? Ну, учусь, да. Я учусь в гимназии «Эрудит». Я учусь в гимназии «Эрудит». А что? Я учусь в гимназии «Эрудит». А еще раз можешь сказать? Я учусь в гимназии «Эрудит». А теперь для наших телезрителей. Я учусь в гимназии «Эрудит». Где учишься? В гимназии эрудит. А вы где учитесь? Я учусь в гимназии эрудит. А давай представим сейчас вот такой этюд, как будто ты играешь на пианино. Сможешь показать, как ты это делаешь? Да. Ну, давай. Ты забыла его открыть. Оно же закрыто. Вот. Так. Так, а ты что, стоя играешь? Ну, на фортепиано мы уже играли. Расскажи, что такое сальфеджио. Сальфеджио состоит из двух уроков. ОХК – это музыкальная и литературная. Там, где мы узнаем мелодии композиторов и разные истории. Это как литературное чтение, только музыкальное. А на сальфеджио мы записываем нотами. Там скрипичный ключ, дура, мива, соль, аси. Доминанта секс-таккорд там пишется только в гармоническом виде, например. Привет. Расскажи о своей врожденной грамотности. Ну, это прикольно, удобно, там, легко писать диктанты. Что это значит? Расскажи нашим телезрителям, что это такое. Ну, ты можешь особо не готовиться ко всяким там диктантам, особо ничего такого не делать. Просто приходить писать их на пятерки. Ну, если собраться. А как понять, что у тебя есть врожденная грамотность? Ну, просто какие-нибудь там, допустим, сложные слова позадавать, к примеру. Демобилизация. Демобилизация. Цину и я. Коллективизация. Коллективизация. И, на конце. И. Пушкин is a very good man because... A very good man. Superman. Окей, теперь повторяй за мной. Карл у Клары украл кораллы. Не, не надо. Не надо воровать? Что? Карл. Карл. У Клары. У Клары. Украл? Украл. Кораллы? Кораллы. Ну, видишь, а ты боялся. Я теперь быстро это все скажу. Не. Чего нет? Карл у Клары украл кораллы. Карл у... Кл... Кл... Украл... У Клары украл кораллы. А Клара у Карла украла Кларнет. А Клара у... Ну, в общем, Кларла украла... Клара украла... Что украла? А что она украла? Кларнет. Кларнет. Да. А ты занимаешься гипнозом? Ну, только в 12 ночи. То есть сейчас не покажу. А к нам продолжают поступать приветы. И на сей раз к нам приехал привет из Абинска от Полины Маншиной. Ульяна, читай. Всем привет. Меня зовут Полина. И я закончу четвертый А. Поздравляю всех с каникулами. Желаю всем отдохнуть и накупаться вдоволь. Веселье, всем счастья, радости, успехов. А если у кого-то день рождения, летом поздравляю. Пока-пока. Пока-пока. Привет-привет, Полина. Мы передали твой привет. А если у вас есть привет или поздравления, или просто пожелания, то мы ждем их в нашей группе ВКонтакте, которая называется Как? Шустрое утро. Правильно. А у нас на этом все. С вами были Саша, Ульяна и Денис. До встречи. Пока-пока. Пока. Ребята, шустрики наши, спасибо вам большое за то, что поднимаете нам настроение каждый день. Вообще, о погоде хочется поговорить. Вот какая прекрасная погода, правда? Ну, красота, прохладно. Погода хорошая, но будет ли она такой? Специально для этого у нас есть человек, у которого на спине растет мох, потому что он сейчас находится возле плазмы, где находится север. Дмитрий Крамарь, наш телесноптик, появляется у нас в студии. Мох. Он тебе щекочет, друзья мои. Я не готов был к такому развитию событий. Хорошо подготовились. Молодцы, кто вам пишет сценарий. Арсен, спасибо тебе большое. Сегодня с ней что написал? Это ты за пиджак тоже, спасибо скажи. За пиджак не надо, пиджак мой. Вот это вот не надо. Подарок есть подарок. Ну так что? Дим, расскажите. Дим, расскажите. И самая главная погодная новость для меня, по крайней мере, ее сделал Владимир Вольфович Жириновский. Да. Как ни странно, он и здесь наследил. Удивительно, да. Дело в том, что он пригрозился... Смотри, фотография. Я здесь. Да. Это я. Дело в том, что он пригрозился уволить весь московский гидромедцентр. Знаете почему? Почему? Потому что он промок до ниточки. Дело в том, что он поехал на какое-то совещание, заседание. И не знаю, куда он поехал. В общем, вышел на улицу, начался мощный ливень, и он промок просто до костей, как он сам это сказал. И почему-то, вместо того, чтобы на себя ругаться за то, что он зонтик взял, он весь свой гнев вывалил на московский гидромедцентр, и он сказал, что вы там в подвалах сидите? Сжечь их всех! Я почему? Вижу грозу, вот она надвигается на меня. За 20 минут, что не могли предупредить меня, что ли? Гидромедцентр ответил, он сказал, вместо того, чтобы ругаться на нас и всех увольнять, вы лучше бы развивали инфраструктуру и, наоборот, повысили зарплату. И помыслили зарплату. Потому что это логично, у нас всего-то мало людей. Это прогноз погоды, он на то и прогноз, что мы имеем право как бы... Дим, ну испугался ты чуть-чуть, я вижу, испугался чуть-чуть. Представляете, как это было? Представляешь, если бы он сейчас здесь был? Да, 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 это было. Дима. Крамарь! Негодяй! Пошел вон! Валера, выбейте его! Слов не хватает, что ты за человек. Он никогда бы так не сказал в мой адрес. Никогда. Почему? Потому что за всю историю в метео-новостей... Ты даже на фотографии помнишь, он был... Не надо, друзья! Крамарь! За всю историю... За всю историю в метео-новостей я ни разу не ошибился. Говорю точно, конкретно. Я в подвалах не сижу. Я не сижу в подвалах. Все верно, ты конкретно точно говорил. Мой кабинет на четвертом этаже, и я погоду вижу. Вам интересно, что будет дальше? И видишь, говоришь правильно погоду, и при этом в подвале живешь. Такое ощущение, что ты меня только что не слушал. Ведь я только что сказал, что я не в подвале сижу. Мой кабинет на четвертом этаже. Не сидишь, не живешь. Ну ладно, Дима, расскажи нам. Давай посмотрим в окошко. Давайте посмотрим в окошко. И ты нам расскажешь, что же там происходит. Радость, дорогие друзья. Что я могу сказать? Сегодня на компании почти процентов 90 сотрудников хвалились и говорили, что они наконец-таки эту ночь провели в блаженстве, с открытыми окнами. Естественно, логично, похолодание пришло. Ура, могу сказать. Как долго оно продлится, смотрим. На снимок из космоса. Пока, вам сразу скажу, я буду только хорошие новости сегодня говорить. Плохого ничего. Даже пугать не собираюсь. Представляете? Конечно, после Жириновского я бы тоже на твоем месте. Все так затихли, да? Друзья, смотрите, циклон продолжает развиваться, развивать свою активность и деятельность в Сибири, на Урале. Он там заливает. В общем, смотрите, Москва их ждет через день 2 плюс 15. И это уже июль, друзья мои. А у них там плюс 15. Этот циклон продолжает заливать Самару, Урал. И у него есть холодный атмосферный фронт. Вот эти белые облака. Благодаря этому фронту и пришло долгожданное похолодание в наш регион. Потому что прошлой ночью, и вчера вы видели, да, в некоторых районах, особенно по юго-востоку, были и град, и сильные дожди. У нас в городе тучи формировались. Формировались, да не выформулировались. Не было грозы. Новая скороговорка. Да. Обошлось. Слава богу, друзья мои. Ну так вот, фронт пересек территорию нашего края. И за ним, мы оказались в толовой части этой системы, за ним воздушные потоки заходят с северо-запада. И вот вся эта прохлада, которая движется из Скандинавии, из Арктики через Прибалтику, через Центральную Россию и Украину, дошла до нас в более-менее спокойном виде. Что я имею в виду? То есть, если здесь плюс 15, плюс 13, плюс, а в Нурманский синек выпал, то, друзья мои, пока этот холодный воздух шел, постепенно он, ну, как бы, шел, вспотел, прогрелся, так сказать, и к нам пришел уже с такими показателями, как плюс 25, плюс 28. В общем, очень и очень хорошо. Но дальше самое интересное и еще более приятное. Дело в том, что, обратите внимание, какое чистое пространство у нас находится по-прежнему в Европе. Это антициклон, я бы сказал, антициклонище. Папа всем антициклонам. Он огромен, он масштабен. Занимает Западную Европу, смотрите, Англию, захватывает Францию, Испанию, Италию, центр Европы, Германию, Швейцарию, Чехию, в общем, юг Европы, в общем, он огромный и начинает сдвигаться в нашу сторону. Именно благодаря этому антициклону фронт начал так, поджав хвостик, так, тюк-тюк-тюк-тюк, пошел куда-то туда, в Закавказье. Что вас веселю, да? Ой, мне, а можешь еще раз показать? Как поджал хвостик и пошел, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, и глазки виноваты, виноваты, вот такие. Простите меня, пожалуйста, за то, что я вас намочил, пожалуйста. А мы-то рады, потому что прохлада пришла. Друзья мои, смотрите, что будет происходить. Сегодня мы будем в поле повышенного давления, и, ко всему прочему, к нам продолжат поступать северо-западные, северо-восточные воздушные массы. А это что значит, край, пожалуйста, включите, пожалуйста, режиссеры, край. Что это значит, друзья мои? Не будет дождя. И будет прохладно. Молодцы. Можно просто... Любой человек понимает. Ну, я могу просто... Безаменим просто знать. Я могу уволиться, и вы будете сами рассказывать про это смогу. Друзья мои, да, смотрите, у нас везде солнышко. Однако мне в гидрометцентре сделали такое маленькое «но». Дело в том, что у нас есть горы и предгория. Есть наш самый страшный юго-восток, где постоянно происходит всевозможные ЧП и силу рельефа. Так вот, там во второй половине дня, может быть, как мне сказали, будут формироваться кучево-грозовые дожди, и где-нибудь какая-нибудь тучка прольется кратковременным ливнем. Но, как мне сказали, это будет очень не опасно и скоротечно очень быстро. В целом, солнечно и очень-очень прохладно. Как комфортно. 27, 27, 28. Самые высокие показатели ожидаются на востоке. Тихорец-Карапоткин-Армавир, вот примерно вот в этой зоне будет, примерно, до 30 тепла. Ну и в центре тоже. А на остальной территории около 28, может быть, даже чуть ниже. Круто! Мне, если честно, такое лето нравится. Что касается моря, оно, естественно, очень теплое. Куда же оно будет остывать после таких температур под 40? 21, 23, черное. И еще мне сказали, что прекращена, то есть снимается опасность возникновения смерчей. Все хорошо. Можно купаться и волны успокаиваются. Штормовое предупреждение тоже снято. В Азовском еще теплее 25, 24. В общем, можно купаться, будет все круто. Ну ладно, друзья мои. Теперь Краснодар. Смотрим. Сегодня 21, 29, 25. Прямо отлично. Точно будет без осадков. Северо-восточный ветер. И давление у нас уже выше нормы. Если давление выше нормы, это значит только одно. Хочется радоваться этому явлению, потому что точно будет светить солнце. Никаких дождей не должно быть. Остается только добавить, Дим. Крамер, молодец. Время, мальчик, молодец. Берите пример. Завтра промокну. Будешь всю жизнь в подвале жить. Владимир Вольфович, а можно вы сейчас скажете? Смотрим Кубань-24. Это приказ. Маша, молодец. Мальчик, не уходи. Любуйся. Целый день. А мои главные слова, я без них не уйду. Счастливым можно быть просто. Неправильно. Если ты Жириновский. Да елки-маталки, неправильно. Счастливым можно быть в любую погоду. Друзья мои, не забывайте об этом. Любите своих близких. И как можно больше замечать и прекрасное в этом мире. Молодец. Друзья. Продолжение следует...